МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казаки всего по Волжье. На молодежных казачьих играх Волжский сполох-2018. Фестиваль, гостем которого стала Ульяновская правда, называется Волжский сполох. Сполох в словаре далее обозначается как вспышка или тревога. Тревоги здесь никакой нет. На вспышку похож, пожалуй, только успех фестиваля. Зародившись в 2015-м, в 2018-м стал межрегиональным полторы тысячи гостей и участие самых высших чинов казачьего сообщества это доказывает. Правительство региона помогает в проведении. Творческие коллективы, а также знаменитый сводный казачий хор Ульяновской области под управлением казачьего полковника Ирины Гришиной дали своеобразный мастер-класс казачьего пения. Конечно, очень важно для участников сегодня будет послушать именно эти песни, потому что здесь в этих песнях заложена вся любовь к России, гордость за казаков-воинов, гордость за наших героев. Здесь и Степан Разин, и Емельян Пугачев, и генерал Платов, Бакланов. То есть здесь все русские герои отражены в этих песнях. Песня, молитвы, рубка, джигитовка, зрелищность, патриотизм, лихость и духовность все это гармонично соседствовало на мероприятии. Развитию казацкого движения в регионе уделяется огромное внимание, потому что оно комплексно решает проблемы благоустройства не только территорий, но и умов. Воспитание детей в лучших традициях русского казачества приносит свои плоды. По поручению губернатора Ульяновской области, председателя Совета Ульяновской области по казачеству, Сергея Ивановича Морозова, от всех жителей Ульяновской области, позвольте вас поприветствовать на нашей Ульяновской земле. Казачье сообщество – саморегулирующаяся общность, направляющая свои усилия на благо места, где они проживают. Один из самых ярких примеров – село Тройский Сунгур. Казачьим оно стало всего несколько лет назад, однако очень сильно поменялось внешне и внутренне. Самая главная традиция казаков – гостеприимство. Гость войди, традиции не нарушим, и всегда чайку нальем. Всем известно казаков радуший, хлебосольство и открытый их дом. Хлеб да соль – символ гостеприимства и радушия. Соль, по мнению предков, защищает от злых сил и духов. Если человек угостился хлебом да солью, значит, он не замышляет зла. Гости спортивного казачьего праздника зла не замышляли. Несмотря на свой высокий статус, организация их радовала и восхищала. В этом году казачья община Троицкого Сунгура выиграла региональный грант на проведение праздника. Поэтому получилось оборудовать конно-спортивные площадки, палаточный лагерь, места для отдыха. Но мероприятие было не только детским и развлекательным. Генералы, верховные атаманы и прочие, если можно так выразиться, федеральные гости – прекрасная возможность для совместного серьезного разговора о перспективах дальнейшей работы. Губернатор региона направил им видеообращение. Огромную честь от лица государственной власти Российской Федерации, Ульяновской области, от лица всех уровней властей, конечно, от лица почти полутора миллионов человек, проживающих здесь, в знаменитом регионе, поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность приехать в Ульяновскую область, в Троицкий Сунгур, на, несомненно, очень важные мероприятия, которые объединяют нас всех. В планах руководства страны – создание Всероссийского казачьего войска. Выбрать делегатов на Большой казачий круг – задача очень важная. На Волжском сполохе казаки обсуждали кандидатуры. Однако главными для всех все-таки оставались дети. Нам путствовать участников – дело, которое истинный казак считает честью, независимо от звания. Здорового днева ли, господа казаки? Здорово! Позвольте мне от казаков Волжского войска поприветствовать вас здесь, на этом мероприятии, на этой прекрасной земле, Ульяновской, Троицко-Сунгурской станице. Мы прошли, посмотрели лагерь, посмотрели, как вы размещаетесь. Совершенно замечательные образцы техники и, честно говоря, порадовались. Радоваться было чему. Аккуратный лагерь, условия походные, но тем не менее чистота и наличие всего необходимого, как для повседневной жизни, так и в экстренной ситуации. Организация от высших чинов казачества получила отличную оценку. Один из создателей идеи, руководитель казачьего центра «Братина» Павел Чувилин, считает, что воспитание детей в казачьем духе принесет пользу не только обществу, но и государству, и самому человеку. Молодежные казачьи игры – хороший инструмент для этого. В этом году уже участвовало 12 команд, а заявлялось 17, но, к сожалению, по техническим причинам они не смогли прибыть. Поэтому видна динамика роста, потенциал данных состязаний. И именно формат у них – это казачья культура, это казачьи традиции. Безусловно, с современными нормами ГТО, с современными какими-то спортивными элементами, но в основном это все пронизано именно традициями, традиционной культурой, певческой культурой, традицией одежды, традицией поведения, взаимоотношения между членами команд. И мы в это во все вовлекаем именно детей, потому что воспитательный процесс необходимо выстраивать вовремя. Не упустить поколения, воспитать их свободными гражданами великого государства, выносливыми, умными, физически крепкими, имеющими собственный взгляд на любую жизненную ситуацию, основанной на исконных традициях русского народа. Павел Половов, Алена Лебедева. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.